В общественном случае выступил руководитель рабочей группы общественной палаты Российской Федерации по развитию общественного диалога Института гражданского общества на Хавказе Нектор Максим Шевченко. Но ни одно слово не было сказано о разделенном суде ногайского народа. Россия признает геноцид армян. Мы неоднократно обращались и к президенту России, и к правительству России, к Государственному Думу Федерального Собрания и Совет Федерации. Но ни одного ответа на свои обращения мы не получили. А тут армяне признают, что основываются на гуманитарных этих, пишут очень хорошо. А нас они не признают. Столько людей, около миллиона вообще ногайцев было уничтожено. Полтора миллиона, конечно, ушли в Турцию. Вот остались разрозненные какие-то, и ничего мы не можем давить. Еще больше я вам скажу. В 2009 году, где я сам проживаю, у нас ногайцы рыбаки, около Каспийского моря. В 2009 году конкурсной комиссией Министерства природных ресурсов Дагестана были аукционы, в общем, распределение промышленных участков в южную часть Аграханского залива. Это непосредственно, где мы живем уже тысячелетия. И все эти участки попадают в Аварцам. Ни одного, хотя в этом конкурсе участвовал правоприемник рыболовецкого колхоза Каспий, сейчас рыболовецкий производственный кооператив Каспий. Все документы были представлены. Мы обратили сразу после этого 12 адресов, в том числе президенту России, правительству России и всем от России в Министерство. И получаем от Росрабовского ответ, что ногайцы не являются коренным народом, и на них не распространяются угодки. И такой же ответ дает нам министр природных ресурсов Дагестана. То же самое, он тоже пишет, что ногайцы не являются коренным народом. А наш государственный совет, тогдашний, наше президентское управление, признало коренным народом Дагестана 14 титульных народов, в том числе и ногайцев. А потом, на основании вот этого перечня, значит, тогда был Касьянов, представитель правительства России, есть его распоряжение, что вот этот список приложит основную перечню, единую перечню коренных народов Российской Федерации. Но мы там не оказались. А недавно, участвуя на семинаре в Москве по традиционным предупреждениям коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, как раз-то мне попался вот этот человек, который выступал, который дал мне ответ на Росрабовство. Он начальник прибрежного влова Росрабовства России. И он там, когда северные народы задают им вопросы, он говорит, коренные народы, все народы России, как, в конституционной основе равны, вы все имеете одинаковое право. Он три раза это сказал. Меня все это надоело, это письмо было со мной, которое он мне дал, которое мне прислал ответ. Я потом, я останавливаю, вот это письмо, тебе знакомый, он смотрит, у него был очень нехороший вид. Я говорю, ты же мне прислал ответ, что ногайцы не являются коренным народом, мы не имеем права ловить рыбу, где мы живем, где наши предки ловили тысячелетие рыбы. Он не знал, куда деваться, но потом у меня был разговор. Там же Магомед, знакомый этот человек, у нас он как министр по национальности, Журавский. Ему тоже я сказал, вы дошутитесь, когда вы повернете с людьми ногайским проблемами. Вы дожьете, что мы подобно черкесам обратимся. Хотя обращаться даже не надо, когда я читал, вы же видели, что там насильственное переселение черкесов, адыгов, кабардинцев и других народов Северо-Калказа, куда входят уже автоматически вообще. Вот на сегодня вот такая проблема, я перед вами хотел. Здесь, конечно, много, все я вам не могу. Потому что мы сейчас решили в своем обществе геноцидом ногайского народа заняться полотною и отступать у нас намерений нету, хотя будут какие-то там эти. Поэтому я довел до вас ситуацию и положение. Положение, конечно, антиэнергии. Это вот, чтобы продолжается этногеноцид ногайского народа. Потому что какие только законы противоправные, законы не придумают, но мы живем, вы же знаете, ногайцев Степненера, правильно? Что вам говорят? И здесь в Крыму степь была ногайцев Степненера. А в горах живут горцы. Но сегодня так получилось, что горцы в Раистане главенствуют. Если президент, сейчас глава республики стал Дагинец, то там распределяется льготу потом. Что-то попадается аварцам, что-то попадается лакцам. Ну, и у Кумыкова тоже есть. Но у нас всего-навсего в Нагайцеве есть один депутат Народного Собрания, который там ничего не может решать, потому что все зависит от голосов, что может один Нагайцев там решить. Поэтому был придуман, принят закон, чтобы наши земли не возвращались. Они взяли аренду после революции, чтобы их не возвращались, закрепили. Уже передали землю в распоряжение правительства Дагестана, и закон приняли отстаться земель, огонь и животноводства. Эти земли наши, где мы живем, они находятся в распоряжении правительства Дагестана. И правительство с ними распоряжается на свое усмотрение. Идет, конечно, из-за выпаса, хищнического выпаса, крупная и мелкородатого ската, идет деградация земель, степи. А пустынями продолжается, где-то 70 тысяч кочущих песками, уже пески кочуют на 70 тысяч гектарах Нагайской степи. Вот в такой среде мы и живем. Ну и никто о наших проблемах не задумывается. Потому что нам несколько раз получали ответы, что решая ваши проблемы, нарушаются права других там. Но дагенецов, те же, других народов, как мы же их не просили. В 22-м году нас вообще обманом включили в состав Дагестана. Было принято на съезде Нагайцам, что Киздяри все от Чукулаки. Киздяри был очередной съезд, от Чукулаки. Там объединенный съезд назвали. Здесь всего было 8 Нагайцев. Как можно 8 человек принять решение? Там пишется история, что при многочисленных заинтересованных в сердцах умы, как Харчагайцев, были такие. Вот на сегодня наше положение. Пожалуйста, вопрос. Можно Камиль Дометов? У вас есть сейчас ваша этническая, общественная, юридически закрепленная организация с юридическим статусом, чтобы вы могли отстаивать свои права и интересы вашего народа. Там никакой роли не играет. Юридическая она или не юридическая. Закон общественного объединения в России гласит, можно регистрировать организацию, взять юридическое лицо, можно так работать. Там никакого значения нет. Там 10 организаций, если юридически будет, ничего там не решать. Там ничего не движется. Это вы так не поймете. Это уникальная республика, единственная в России. Еще вопросы есть к нашему гостю в Закистане? Савва Монстяяна Вручевин.